Рекламные ролики Рекламные ролики можно разделить на несколько групп. Это ролики без актеров и без съемок, в которых используются готовые графические видеоизображения, компьютерная графика и анимация. Ролики с актерами и съемками, а также комбинированные ролики, в которых используется и актерская игра, и съемки, и компьютерная графика, и анимация. Этапы и сроки создания рекламного ролика напрямую зависят от сценария. Это может занять от нескольких дней до 3-4 недель. Существует три основных этапа создания ролика. Пре-продакшн – режиссерский сценарий, раскадровки, PPM, подготовка к съемкам. Продакшн – непосредственно сами съемки. И постпродакшн – монтаж, графика, спецэффекты. Например, чтобы за моей спиной находились небоскребы Манхэттена, можно приехать в Манхэттен и снять живое видео. Либо добиться нужной картинки на постпродакшн. Итак, сколько будет стоить создание рекламного ролика, не скажет никто в нашей компании. Пока мы не увидим сценарий ролика. Некоторые клиенты, интересуясь стоимостью ролика, спрашивают. Сколько будет стоить ролик, если, например, действие происходит в кафе, и в нем задействовано всего два актера? Этого недостаточно для того, чтобы определить стоимость ролика. Я расскажу вам, почему. Стоимость ролика складывается из многих составляющих. Количество съемочных площадок. Например, этот ролик снимался более чем в 10 странах. На каждой съемочной площадке необходимо, чтобы уехала вся съемочная группа. Во главе с режиссером, оператором, осветителями, их помощниками, гримерами. Совсем необходимое оборудование. И даже если съемки ролика проходят в вашем городе, совсем не обязательно, что весь необходимый материал можно получить за один день. Таким образом, на стоимость рекламного ролика влияет. Количество съемочных площадок, количество съемочных смен, командировочные и транспортные расходы для всей съемочной группы. Гонорары всех задействованных лиц тоже являются немалой частью сметы рекламного ролика. О том, какие люди принимают участие в создании рекламного ролика, сейчас вам расскажет режиссер Павел Путин. Очень часто клиенты не понимают, для чего на площадке нужны эти 20, 30, а иногда и 50 человек. Именно сценарий определяет, что, где, как, когда мы будем снимать, а самое главное, кто это будет делать. Начнем с актеров. Тут все просто. Актеры работают за гонорар. И от того, насколько они известны, и где планируется трансляция ролика, и зависит их гонорар. Однако, если мы планируем снимать ролик вот здесь, у Заветелевой башни, гонорар актеров значительно увеличивается. А иногда в роликах бывают такие сцены, когда главный герой едет на мотоцикле, делает какой-нибудь трюк на машине, прыгает со скалы или плывет на байдарке. Большинство актеров не умеют делать этого, и эту работу за них делают дублеры. Дублеры тоже получают гонорар. И порой немалый. Далее гримеры, стилисты, художники по костюмам. Все они работают для того, чтобы наши актеры выглядели в кадре именно так, как это задумано по сценарию. Гаферы-осветители отвечают за свет на съемочной площадке. Механик камеры, фокус-пуллер, дольщики, второй оператор, второй режиссер, ассистент режиссера, хлопушка и даже чай. Все они не просто так находятся на съемочной площадке. Без художника-постановщика, например, нам не удастся создать нужную атмосферу в кадре. Ведь именно он со своей командой занимается постройкой, оформлением декораций, реквизитом. Ведь каждое движение, каждый звук, каждый пучок света, каждая деталь в кадре работает на результат и отражается на качестве конечного продукта. В конце концов, режиссер далеко не последняя фигура на съемочной площадке. Ведь именно от его умения зависит не просто какой-то фрагмент, а результат всей работы в целом. Что бы ни говорили, продюсер, бренд-менеджер, представитель агентства или клиент. Кроме съемочных площадок, гонорара всех задействованных лиц, на стоимость ролика влияет используемое оборудование. Не всегда хороший ролик стоит много и наоборот. Есть множество различных профессиональных цифровых камер. Камер, снимающих на кинопленку. Камер, позволяющих получить трехмерное изображение. Вам не нужно знать особенности этого оборудования. Если вам нужен качественный продукт, то выбор оборудования будет обусловлен областью использования рекламного ролика и сценарика. Продолжительность ролика влияет на стоимость, но незначительно. Ведь остальные части сметы остаются неизменными. Количество и качество компьютерной графики тоже определяют стоимость ролика. Компьютерная графика не появляется сама по себе. Ее создают дизайнеры, специалисты по 3D-моделированию, текстурированию, анимации и многие другие. И все они тоже работают небесплатно. Монтаж, озвучка, написание оригинальной музыки, если необходимо. Все это тоже делают специалисты, которых вы сразу и не увидите в сценарии. Но они там есть. Теперь вы понимаете, что сказать, сколько будет стоить ролик в кафе с двумя актерами, не такая уж и простая задача. И составление сметы на его производство займет определенное время. Если вы решили снять рекламный ролик, присылайте нам сценарий на электронную почту. Или звоните нам в офис. Мы любим свою работу. И напоследок хотелось бы добавить, что если вы хотите, чтобы ваш рекламный ролик попал сюда, в камни, то вы обратились по адресу, в Компас Продакшн. Продолжение следует...